Дачники, живущие в стране, кооператива «Виктория» бьют тревогу. Их дети добираются в школу и кто как может. Порой на попутках, порой пешком. Здесь, с ноября по май, автобусы не ходят вообще. По словам дачников, в этой стороне круглогодично проживает не меньше тысячи семей. Безусловно, у большинства есть личный транспорт. Но он, бывает, ломается, в морозы и вовсе не заводится. Ладно, люди там как-то доберутся, взрослые. А вот эти, едешь, вот зимой я его тоже возил, едешь, вон там стоят, тут стоят. А в 30 градусов, знаешь, как оно холодно так вот на остановочке постоять? Кто возьмет, а кто и нет. Елисея чаще всего на занятия отвозит дедушка. После уроков он же забирает его домой. Реже школьник вместе с другом ездит на такси. Но иногда ребятам приходится отправляться грызть гранит науки и на своих двоих. Из школы домой. Пешком? Да. Страшно? Да. Чего боишься? Ну, мы с другом боимся, что какие-нибудь мужики нам пристанут или собаки. А так не боимся больше. Собак много? Собак, ну, много бывает. Обычно с нами ходят. Некоторых уже выучили. Между тем, путь от дач до школы около пяти километров. Пешеходных дорожек нет. Обочины зимой завалены снегом. Автомобильная трасса извилистая. Много поворотов, много и транспорта. Вопрос безопасности здесь стоит очень остро. Дачники говорят, что уже обращались с просьбой выделить школьный автобус к властям города. Но ВОЗ и ныне там собирали подписи, писали петиции, уговаривали перевозчиков. Все бесполезно. Мы в прошлом году как бы обращались, вот автобус ходил, мы через них писали петицию, собирали подписи. Очень много подписей было. Но нам сказали, что это будет выигрываться тендер. И был он как бы в конце ноября. Но на этом все затихло. Наши председатели, они дали заявку, что автобус нужен круглогодично. Ну не знаю, как это подействует. Глава Сургута Вадим Шувалов над вопросом запуска школьных, либо постоянных автобусов в дачные кооперативы обещал подумать. Сообщил, что нужно изучить, есть ли возможность выделить транспорт согласно материально-технической базе. Мы как бы вот смотрели, что по районам города, а вот варианты рассматривать как подвоз с кооператива удачно, пока еще в процессе, так сказать, решения. Поэтому я готов не твергать, значит, то, что есть такой посыл от населения. Надо его рассмотреть. Получается, что предмет на ситуацию с постоянными или школьными автобусами для детей, которые живут на дачах, еще не изучали. Почему, непонятно. Не смог прояснить ситуацию и городской департамент образования. За больше, чем две недели в структуре Анны Томазовой не сумели найти времени для того, чтобы ответить Сургут-интерновостям на возникшие вопросы. Соответствующий запрос был направлен в администрацию Сургута еще 23 октября. Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут-интерновости.